У меня осталась такая деленка, которую погрыз какой-то паразит, я не знаю на кой, я решил срезать листик и пробовать вырастить другую детку. Срезаем листок до вот этого уровня. Теперь вот это место мы срезаем как треугольничек. Такой треугольничек у меня получился. С этого места, когда мы поставим листик в воду, должно начать расти корни. Давайте опустим этот листик в баночку и теперь нам остается только ждать. Вот этот более длинный лист в принципе где-то в два раза мы поделим на две половины и получим с него гораздо больше деток. И так делим его пополам и подрезаем таким же образом. Вот такой вот результат. Ставим в воду, а теперь вот эти два листа мы попробуем срезать не треугольником, а просто ровно их так и оставим. Так, сейчас вам объясню зачем нужно срезать треугольником. Во-первых, ну если вы не будете срезать, у вас будет вот так вот, у вас будет где-то плюс-минус 5 сантиметров. А если вы срежете еще треугольником, у вас прибавится еще пять и площадь для корней будет больше. Соответственно, на ней может образоваться даже пять деток и будет вообще классно. Поэтому, друзья, я решил, что не буду мелочиться и срезу все треугольником, чтобы увеличить свои шансы. Итак, друзья, вот так вот треугольничком мы должны сделать лист, просто его уламываем. Вот так вот результат. Ставим в воду и ждем, пока вырастут корни. В следующем видео я вам покажу, что нужно будет делать, когда сансеверия пустит корни из листика. Если мое видео было для вас полезным, то ставьте лайки, комментируйте мое видео. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok